Ну, я начну со слов Коперника. Постулаты астронома должны быть истинны. Существует объективный, независимый от человека, порядок вещей. Это было сказано еще 500 лет тому назад. Я радиоастроном. И значение оптических отреслений для изучения природы небесных объектов и механики звездных систем очень важно. В настоящее время очень остро встает вопрос о правильной привязке радионеба к оптическому небу. И о том, что же все-таки радио излучает на небе. Это важно для задач всех отраслей астрономии, связанных с точной привязкой небесных объектов в широком диапазоне длин волн на различных телескопах. Это важно для астрометрии, звездной астрономии, астрофизики, небесной механики и геодезии. Изучать небо человек начал очень давно. Дошедшим до нас каталогом более 2000 лет. 2009 год был объявлен Международным годом астрономии. Оптической астрономии исполнилось 400 лет. В августе 1609 года итальянский профессор математики, талантливый инженер Галилео Галилей впервые взглянул на небо в телескоп. Изготовленный им телескоп открыл для человека бесконечно разнообразный и очень красивый мир небесных объектов. Галактик, газовых туманностей, звездных ассоциаций, вот скоплений галактик, вот пожалуйста, и вот эта звездная ассоциация. По сравнению с ней радиоастрономия, наука которой я занимаюсь уже 50 лет, очень молодая наука. В 1932 году, когда решался вопрос трансатлантической телефонной связи проводить телефон по дну океана или же это возможно воздушным путем, Карл Янский, исследуя шумы вокруг своего места, где он изучал, обнаружил радиоизлучение нашей галактики. Гротт Ребер был единственным в мире, кто продолжил исследование Янска вплоть до 1944 года. Бурное развитие радиоастрономии началось после Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны локаторы обнаружили сигнал, самолета не было. Оказалось, это Солнце, Луна попадали в изображение локатора. Первыми радиотелескопами были параболоиды, которые использовались во время войны для обнаружения самолетов. Параболоиды размером от 1 до 12 метров были предложены радиоастрономам для исследований. Но сразу же стало ясно, что необходимо повышать разрешающую способность радиотелескопов для исследования объектов малого угрового размера, потому что в радиодиапазоне диаграмма значительно больше и разрешение хуже, чем в оптическом. Вот телескоп, построенный в Полковской обсерватории в 1956 году по проекту Хайкина Семена Еммануиловича и Кайдановского Наума Львовича. Размер телескопа 100 метров. Это вырезка из параболоида диаметром 100 метров, расчлененная на отдельные щиты, и каждый из этих щитов выставляется по трём координатам. В результате мы можем навестись в любую точку неба и провести наблюдение любого объекта. Этот телескоп, построенный в 1956 году, работает до сих пор и даёт хорошие результаты. По такому же принципу телескоп был построен на Северном Кавказе, Ротан-600, в 1974 году, но в шесть раз больше. Круг диаметром 600 метров состоит из тысячи отражательных элементов. Высота каждого элемента 8 метров на 2 метра. Точно так же выставляется каждый щит отдельно. По отражающей поверхности в своё время он попал в книгу Гиннесса. По отражающей поверхности. 10 тысяч квадратных метров. Вот телескоп. Да, ну началось бурное развитие, естественно, интерфериметрии, потому что всё равно разрешения не хватало. Нужно было увеличивать разрешение, чтобы нам приблизиться как-то к оптике. Идёт бурное развитие интерфериметрии. Вот НРАО-телескоп, результатами которого мы воспользовались в наших исследованиях. Это НРАО-обсерватория в США расположена. 27 параболоидов диаметром по 25 метров. База 22 и 21 километр. Расположена на высоте 2000 метров. Вот результатами этого телескопа мы и воспользуемся в своих исследованиях. Проблема оптических отрезвлений уже стоит очень давно. На 61-м симпозиуме Астрономического Союза в 1974 году было объявлено, что необходимо установить связь между радиоастрономической системой координат и фундаментальной оптической системой координат. Появилось много работ по высокоточным измерениям радиокоординат небесных объектов. Однако со временем все острее проявлялась проблема попадания радиоисточников в пустое поле в оптическом изображении. Поэтому было сделано предположение, что радиоизлучают далекие активные галактики и квазары. И идет бурное развитие интерфериметрии. В 2009 году, опять же, на масс в качестве опорной небесной системы координат была рекомендована система ICRF-2, насчитывая 3414 радиоисточника, координаты которых были получены по наблюдениям на интерферометрах и, как считалось, с высокой степенью точности совпадают с оптическими объектами, именуемыми квазарами. Таким образом, съездом была признана необходимость перехода от традиционной и основной оптической системы координат, создаваемой 400 лет, задаваемой серией фундаментальных оптических каталогов на внегалактическую радиосистему, называемую квазарной. Однако проблема пустого поля при отождествлении осталась. Ничего не совпадало. Значит, ну вот здесь я хочу сказать, что главная задача радиоастрономов не только в том, чтобы пронаблюдать радиоизлучение неба, но и с уверенностью сказать, что именно этот радиоисточник соответствует вот этому оптическому объекту. Для этого нужно сделать правильную привязку радио неба к оптическому. И вот первый каталог, это был третий кембриджский каталог, выпущенный в 60-м году, полученный на частоте 178 МГц, стал использоваться в качестве опорного для привязки радио неба к оптическому, севернее, минус 40 градусов. По тем временам 14 минут дуги диаграмма радиотелескопа, это было хорошо, и точность привязки 1 минута тоже было хорошо. Но поскольку в этот каталог входили самые яркие радиоисточники, то, естественно, ими стали пользоваться в качестве опорных. Значит, каковы же причины несовпадения? По-прежнему ничего не совпадало. Первая причина несовпадения радиоизображения неба с оптическим заключалась в том, что было обнаружено, что радиорефракция в атмосфере Земли в сантиметровом диапазоне волн существует. И сейчас имеются две таблицы. Радиорефракция в оптике отдельной и радиорефракция в радиодиапазоне. И должны учитываться. Второе. В 1959 году комиссаров, выполняя свои исследования в метровом диапазоне волн на 19 мегагерцах, обнаружил радиорефракцию в ионосфере Земли. Это на высотах 350-500 километров над горизонтом. Он дал прекрасную теоретическую разработку и объяснение полученного результата и отклонений в метровом диапазоне волн. Все проигнорировали результаты этой работы и продолжали быстро-быстро-быстро торопиться делать радиоизмерения. Наконец, в 2005 году мы, выполняя оптические отриспления, обнаружили радиорефракцию в межзвездной среде. И в Париже в 2007 году была опубликована работа. Значит, наши исследования основаны вот на наблюдениях на РАО-обсерватории. Результаты, которые... Обзор этот был сделан, закончен в 1998 году и где-то в 2003 году помещен в интернет для общего пользования. И мы им воспользовались. Мы обнаружили, что используемый в настоящее время метод привязки небесных радиоисточников по немногочисленному списку опорных радиоисточников часто приводят к неверной привязке отдельных участков радионеба и, следовательно, к неверному отрисвлению с оптикой. Мы считаем, что привязка радионеба должна производиться непосредственно к оптическому небу, а не к каким-то опорным источникам в радиодиапазоне. Привязка должна производиться по принципу конфигурационного совпадения наибольшего количества объектов, не менее трех, на площадке, не превышающей расстояние между лепестками радиоинтерферометра. По нашему методу привязки нами был получен патент в марте 2010 года. Наше отрисвление. Начали мы заниматься отрисвлениями в 1985 году. Хочу напомнить, что только-только началось бурное развитие компьютерной техники. Появились первые карманные компьютеры с программным управлением. И мой сын, тогда студент Политехнического института второго курса, написал мне на фортране программы для этого карманного компьютера, с которыми я поехала в Мексику в командировку, чтобы выполнить оптические отрисвления на блин-компараторы. Командировка длилась 12 дней, и было обнаружено, что ничего не совпадает при высокой точности измерений координат на блин-компараторе, полторы секунды дуги. В 1990 году снова Мексика. Командировка на три месяца. Ничего не совпадает. Мы получили координаты 880-100 галактик. И только 8% объектов можно было с плохой точностью сказать, что они совпадают. 1993 год. Мексика. Командировка 14 месяцев. Получены точные координаты 4000 галактик. Тогда не было еще точных координат галактик, когда мы это делали. Далее, по этим координатам, полученным на блин-компараторе, мы проводим наблюдения на 100-метровом бондском зеркале и на ротан 600. И эти наблюдения показывают несовпадение радио и оптических объектов. В положении оптического объекта при привязанном радиотелескопе к опорным объектам у нас объект отсутствует. А считается, что должны радиоизлучать в основном галактики. И вот с 1985 года, начиная, идет бурное развитие компьютерной техники. Появляется интернет. В интернет помещают вот эти данные оптические и радиоданные, заносятся в интернет. И уже никуда не уезжая, сидя дома, мы входим в интернет и приступаем снова к оптическим отозвислениям, используя уже все данные, занесенные в интернет. И в 2007 году мы обнаруживаем, что радио неба неверно привязано к оптическому. И первая работа, опубликованная в Париже, называется «Конец эпохи Empty Field в оптических отозвислениях». Вот пример правильно выполненного отозвисления. Яркая галактика. И такой же объект мы имеем в радиодиапазоне, вытянутый в нужном направлении. Тут никаких нет сомнений. Но интерферомет, с которым мы пользуемся, он имеет лепестки. Лепестки через 23 минуты дуги от центрального объекта. Вот здесь они хорошо видны, уже вычищены. Здесь вычищены. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот это лепестки, они вычищены. Сканирование производилось вот этого обзора, которым мы пользовались, в пределах одного градуса. То есть убирался первый лепесток. И лепестки у нас, иногда мы прослеживаем лепестки до 18-го. Они не убраны. Они остаются, и это является помехой для стопроцентного отозвисления объектов. Значит, ранее считалось, что радиоизлучают только активные галактики и квазары. В результате наших исследований оказалось, в основном радио неба неправильно привязано к оптическому небу. Значит, наша методика. Мы сейчас применяем свою методику. Обнаружено, что звезды тоже радиоизлучают. И третье, что в межзвездной и межгалактической средах существует радиорефракция, которую нужно учитывать при выполнении оптических отозвислений. Вот как это выглядит. Если вот в оптике мы видим такое изображение, вот галактика и две звездочки, то из-за того, что между звездой и галактикой находится межзвездная среда и газ, мы видим радиоизображение искаженным. Вот эта галактика, она единственная такая в своем роде расположена в скоплении галактик Абеля 17-16. Называется ИЦ-883. Она вот такая с двумя джетами. Активная галактика. Казалось бы, все правильно. И она была привязана к первому ближайшему радиоисточнику в радиодиапазоне. А рядом яркие объекты тоже в радио попадают в пустое поле. Мы усомнились в правильности выполненной привязки вот этой галактики к радиоизображению. Еще и по той причине, что спектральный индекс радиоисточника не соответствовал спектральному индексу вот такой галактики, активной, как эта. Мы начали искать в ближайшей окрестности похожий объект в радиодиапазоне, чтобы сделать привязку. И нашли яркий радиоисточник, который попадал в пустое поле, где не было никаких объектов. И когда мы этот объект совместили с этой галактикой, у нас совпало 15 объектов с диффузным изображением и 10 объектов со звездами. Но система координат звездной системы, связанной со звездами, отличалась от системы координат, связанной с этими 15 объектами с диффузным изображением. 5 минут, да. Значит, вот это то, что представлено вот здесь, на этой картинке, это то, что мы докладываем на данной конференции. Это радиоизлучение группы звезд в созвездии Корма. Вот здесь у нас отождествилось 9 звезд. Но поскольку времени остается мало, я быстренько покажу опубликованные уже картинки и отождествления. Вот это тоже в фундаментальных проблемах естествознания и техники. В 2010 году была доложена и опубликована работа. Здесь из 7 звезд отождествилось радиоисточниками 6. Вот здесь маленькая площадка 30 на 30 минут. Из 7 звезд отождествилось 7. Вот здесь из 10 звезд отождествилось 10. Но вот этот источник, отождествленный 6 звездой, это как раз объект, который входит в ICRF-каталог и предлагается для привязки. И сказано было, что это активная галактика. Когда мы определили координаты, оказалось, что этот радиоисточник попадает в пустое поле и никакой там радиогалактики нет. И когда мы отождествили его с этой звездой, у нас отождествилось еще 5 звезд. 4, 5, 7, 8. И 4 слабенькие звездочки 1, 2, 3 и 10 отождествились тоже с радиоисточниками, но слабыми. И в другой, немножко сдвинутой системе координат. Вот это опубликованное в геодезии картографии. Здесь отождествилось 8 звезд и 2 галактики слабенькие, которые тоже имеют свою систему координат. Но отождествление здесь однозначно, потому что вот эта галактика, ЖА, она имеет такой штрих в оптике, и так же она выглядит и в радиодиапазоне. Поэтому отождествление однозначно. Вот еще одно отождествление, где у нас отождествилось 8 звезд. Мы сделали привязку вот к этой парочке звезд. Обнаружив в радиодиапазоне такую же парочку, когда мы их совместили, у нас совпало еще 10 звезд. Выводы. Рекомендованная в 2009 году на съезде МАСК базарная система привязки радиоисточников к оптическому небу требует дополнительной проверки и не может быть использована для привязки к оптическому небу. Второе. Межзвездной среде много газа, и существует радиорефракция, которая даже на высоких галактических широтах может быть значительной. Ее следует учитывать при выполнении оптических отождествлений. Значительная часть радиоисточников связана с радиоизлучением звезд. 85-86%. И только 14% отождествляются это галактике. При правильной привязке радионеба к оптическому более 50% радиоисточников отождествляются с оптическими. И, закончив свой доклад, я хочу картиной талантливого человека Полякова Евгения Васильевича, который, увидев наше отождествление, мы ему первому показали, одобрил и поддержал нас очень. И вот это его картина «Ход луча в межзвездном пространстве». Радио луча. Отнюдь не прямой. Отнюдь не прямой. Это Вы очень тонко подвесили. Я не знаю, как по времени. Да, вопросу можно. Пять минут истанут. Да, пожалуйста. А почему он такой кривой? Что вызывает в откладении? Во-первых, распределение газа в межзвездной среде крайне неравномерно. Особенно, и это уже известно и известно давно. И мы посчитали, в оболочках сверхновых, например, когда вспыхнула звезда и происходит расширение, существует уплотнение газа большие. Вот в этих уплотнениях происходит рефракция, которая как раз того размера, который мы обнаружили. Кроме того, газ распределен неравномерно. Межзвездное пространство не пустой эфир. Это заполненное газом пространство. И в том же радиодиапазоне это все давно обнаружено. Можно дополнить вопрос? Да. Насчет пустого эфира. А если он движется, и Ваш радиолуч отклоняется под движущимся потоком эфира? Вот с какими возможностями? Вы знаете, мы... Ваши результаты. Вот давайте, займитесь этим. Мы этим еще пока не занимались. И когда мы приводим вот несколько отрисплений картинок, контраргумент главный, который нам высказывает. А почему вы не отриспили все небо и на всех частотах? Это адский труд. Это большая работа. Это очень большая работа. Вот сейчас, когда будут идти правильные отрисплений, да, всех работы хватит. Ученых всего земного шарика. Вы не пробовали отрисплений, чтобы они были показательными, мы стараемся избегать млечного пути. Это на высоких галактических широтах. Наш основной аргумент, что у нас на площадке размером 1 градус совпадает более трех объектов с оптическими объектами. Это у нас показатель, что у нас правильно сделано отриспление. Все отриспляется. И в плоскости галактики тоже все отриспляется. Но там рефракция еще больше. И объектов там меньше. Поэтому на градусной площадке, если у нас одна звезда, мы ее отриспляем. Но мы не гарантируем, что мы сделали правильное отриспление. Ну так или иначе, это факты, которые надо учитывать при любых. Да. Да. Это все теперь можно учитывать, потому что в радиоастрономии все померено, все плотности известны. И в общем, только сиди, считай, работай и обрабатывай. Отриспляется 50% только, да? Нет. Ну вот первое отриспление мы выполнили вручную. Мы вручную. Это мы по каталогам делаем. А то, что мы выполнили вручную, у нас отрисплило 90% объекта. Давайте. Ну давайте мы... Давайте, давайте. Ну получаем. Вы галактики, которые расположены очень далеко, там порядка миллионов световых лет. Да. Привязываете к звездам, которые расположены в нашей галактике. То есть, ну как, по придорожным кустам определить, где находится Останкинская телебашня. Грубо говоря, вот так вот получается, да? Ведь свет от столь дальних объектов, он идет по запутанной траектории, от них не напрямую. Об этом и речь. На самом финише он выходит... Об этом и речь. Все правильно. Я правильно понял? Все правильно. Об этом и идет речь, что система координат получается разная. Для далеких объектов галактик и для близких. Значит, у нас сейчас идет, в основном, привязка к ближайшим звездам ярким. Пятый, девятый звезд... Ну, ближайшим по угловому, да? Не по расстоянию. Да, да, по угловому. Пятый, девятый звездной величины мы пока привязываем звезды. Галактики только те, которые это явно видно. Вот она вот такая, как на этом рисунке. Вот галактика, да? Продолговатой формы. И в радио такая же продолговатый объект есть. Я могу гарантировать, что это один и тот же объект. Но это один объект. В чем вот проблема, вы говорите, продалекие. Поэтому мы сейчас пока работаем со звездами. Звезды более слабые, более далекие, тоже смещены относительно... Ну, звезды-то в пределах нашего... Да, относительно переднего плана. Где-то там, от Алмамеды, более двух миллионов лет. Ну, вот все. Ну, еще вопросы? Еще вопросы. Ну, вот по теории общей относительности Эйнштейна, значит, луч искривляться может из-за искривленности пространства-времени. Вы не встречались с этими искривлениями? Еще я хочу сказать, когда Эйнштейн был в Англии, ему задали, значит, вопрос, а невозможно ли, что луч искривляется на солнце там, ну, просто из-за того, что скорость света меньше плотно, когда... Ну, плотность света. В гравитирующем теле. Он ответил, нет, это не из-за плотности, это из-за искривления пространства-времени. Вот, как вы думаете, это существует ли, эти искривления пространства-времени, или проще объяснять просто из-за того, что свет, его скорость распространения в гравитирующих телах, скорость меньше? Вот сейчас, когда будут сделаны оптические отрисвления правильные, в большом количестве, для объектов можно будет определять, мы об этом уже заявили, что, зная вот эту систему координат сдвиг ближних звезд, далеких звезд, мы сможем определять расстояние таким образом до звезд, сделав привязку к звездам, для которых известны расстояния. Вот тогда следующий этап, это искривленность пространства-исследования. Это тоже у нас замеченная проблема, но мы о ней пока не говорим, потому что говорить просто так, это бессмысленно. Ну, что касается Эйнштейна, конечно, это великий философ. Спасибо. 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 Спасибо.